Доброго дня и радости, дорогие братья и сёстры! Сегодня у нас с вами воскресный день, в преддверии уже Рождества мы чувствуем приближение этого праздника. И очень важно осознать, что это не просто праздник, как, знаете, люди сравнивают с рождением, своим, с днём рождения. Нет, это всё-таки совсем другое событие. Это приход Бога на землю, появление Бога в теле человека. То есть первое пришествие, первое пришествие, да. Вот как мы ждём второе пришествие, это первое пришествие. Статус этого события очень великий, я очень рад, что вместе с вами могу к этому празднику приближаться, радоваться. И мы сейчас подготовили поздравления, но для вас они будут позже. А мы подготовили поздравления и на русском, и на мурском, и на узбекском. Это всё уже отправили на радио. Так что по радиостанциям, надеемся, эти поздравления пройдут именно в дату Рождества. Ну, а мы сегодня с вами по-прежнему ещё в Слове Божьем изучаем. Это у нас Евангелие Матфея, 24 глава. Мы её сегодня закончим. Зовут меня Михаил Иванович, я пастор Евангельской Церкви из России. И большой привет всем братьям и сёстрам, Володе, Ольге, Рафаэль. Также пусть Бог благословит Андрея, Сергея и Елену в Москве. Ну и всех братьев и стёр по всем разным городам и странам. Всех мы любим. Надеемся на то, что и вы не забываете нас и молитесь за нас. Ну что, давайте закончим 24 главу и посмотрим, как я уже сказал, в этой главе есть информация о пришествии Христа, о втором пришествии Христа. Но мы её разделили, эту главу, на несколько отрывков, чтобы, ну, более, так сказать, подробнее посмотреть её. Да, это очень важный момент и они должны у нас быть известны. Итак, давайте прочитаем с 45 стиха до конца главы 24 Матфея. «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его пришедший найдёт поступающим так. Истинно говорил он, что над всеми имениям поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своём, не скоро придёт господин мой, и начнёт бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придёт господин Рабатово в тот день, который он не ожидает, и в час, который он не думает. И рачлёт его, и подвергнет его одноучасти с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Вообще, само по себе пришествие Иисуса Христа, второе пришествие Иисуса Христа, но не просто ожидаемо, но для некоторых верующих очень сложно воспринять, потому что слишком много здесь всего. И вот когда мы берём эти притчи, вообще на притчи очень много толкований, особенно касаемо пришествия Христа. Самая большая в этом отношении притча с толкованиями о десяти девах, это пришествие Христа, да, там более ста толкований. Так что и здесь я думаю, что то, что я вам расскажу, навряд ли кого-то может быть в какой-то мере устроит, может быть, у человека своё понимание. Но я не претендую на ваше мнение, я просто как притчу, знаете, хочу своё понимание, рассказать своё отношение к этому событию. Итак, действительно, мы снова слышим ту фразу «о дне и о часе». То есть мы должны прекрасно понимать, что если мы знаем дня и часа, то это не значит, что нам не дают права знать вообще эти события. Наоборот, Господь говорит, что смотрите за всеми событиями, которые предшествуют моему приходу, и будьте к этому готовы. Основное событие, это, конечно же, восстановление храма в Иерусалиме, то есть начало его строительства, но оно начнётся с захвата храмовой горы и принесения там жертвы. То есть они уже приносили жертвы не так давно, но не на храмовой горе. То есть вот это именно начало, как в книге Даниила сказано, последней седмицы. Это очень важно, вот эта последняя седмица, то есть последние 7 лет. Вот буквально на этой неделе один из известных таких зарубежных политиков, он объявил, что начало Третьей мировой войны где-то вот через 5 лет. Ну и как бы эту информацию подхватили, все люди как-то обсуждают, что да, он прав, там все уже подготовлено. Но мы знаем, последняя мировая ядерная война, она будет в конце седмицы, то есть 6-й год седмицы. Так что сейчас пока говорить об этом рано, но, в принципе, опять же, слово Божие здесь и верно, что об этом будут говорить, это будут военные слухи, но всему, слово Божие говорит, не надо ужасаться, это еще не конец. Ну вот, но само по себе, в принципе, не так далеко, да, не так он и далек от точной даты. Так что, ну, действительно, все события грядут, и они очень интересны. А наша основная задача – это понимать вот эти времена, сроки. И если здесь написано «дни и часи» не знает никто, но о годе и месяце не написано, понимаете, те, кто мне порой иногда запрещают, не говори, нет такой точной у тебя информации. Да есть у меня точная информация. У меня есть информация по годам, по месяцам, у меня вся точная информация есть. Но у меня нет точной информации дня и часа. Вот это и есть то главное, о чем мы сегодня и видим. Так что те, которые мне запрещают там говорить эту информацию, ну, сами же внимательно читайте, Слово Божие здесь есть все доказательства. И вот идем дальше. Итак, Господь говорит, вот два качества, которые необходимы нам, как его рабам. То есть раб – это в плане собственности, понимаете. У нас в России всегда была до революции очень популярна такая фраза «раб Божий». Ну, наверное, фильмы там, видите, старинные, там, венчаются, раб Божий, да. Вот, причем эта фраза «раб Божий», она кроме России нигде не была. То есть ни в Европе, ни в Америке никогда верующих не называли «раб Божий». Они как-то, ну, противились этому. А у нас именно в стране до отмены, так сказать, христианства, как главной основы, да, вот эта фраза была «раб Божий». И, соответственно, это не в понимании вот унижения или там низшего положения, нет. Это говорится о собственности, то есть принадлежит Богу, то есть раб Божий, то есть собственность Бога, понимаете, это вот очень важно. То есть если по земному пониманию у раба был хозяин, он заботился и о пище, и о проживании, о работе, понимаете. И вот здесь вот такое хорошее сравнение, что Бог заботится о нас, и мы Ему принадлежим, мы Ему собственность, понимаете. И вот два качества, которые здесь выдвигаются нам, как рабам Божьим. Смотрите, первое качество – это написано «верный», и второе – «благоразумный». Если первое качество – верность или вера мы отнесем к внешнему нашему положению временному, то благоразумный мы относим к будущему. Объясняю. Вот смотрите, что мы на земле должны сегодня иметь? Иметь веру, доверие Богу, да? То есть быть верующими людьми, выполнять все функции верующего человека. Но, идя в будущее, мы должны быть благоразумны. То есть где собирать сокровища? Это очень важно – быть благоразумным. Я вот два дня назад был свидетелем беседы двух таких молодых, достаточно людей еще, мужчин. Вот один говорит, слушай, так, все плохо, что-то, куда деньги-то вложить? Он говорит, золото в золото вкладываем. Он говорит, точно. Я сейчас зарплату конец года, получу большую, и все в золото буду вкладывать. Вот понимаете, люди, он считает себя благоразумным, да? То есть он правильно рассуждает, он говорит, надо вот, иначе там инфляция, все исчезнет. А тут как бы нормально. Но Слово-то Божие говорит, и кто знает Слово Божие, он внимательно читал книги «Откровение», где написано. Господь говорит, не золото земное ты приобретаешь, а золото небесное, у меня золото-то. Вот что у тебя там на небесах, вот что на небе ты собрал? Вот если ты там ничего не собрал, ну, это же плохо. И вот эти последние времена, они обусловлены не только верностью Богу, потому что нужно сохранять веру. Думаете, нам легко, когда мы сектанты, там, я не знаю, еще как-то нас обзывают. Но мы сохраняем эту веру, мы же несем эту веру, я, моя семья, вы, мы все веруем в Евангелие. Мы веруем в Иисуса Христа по Слову Божьему, мы Слово Божие знаем. То есть у нас вот такая евангельская вера. А благоразумие – это правильно будущее понимать, правильно вот к этому ко всему относиться и собирать себе сокровища на небесах. Вот это важный фактор. Идем дальше. Господь приводит притчу о хозяине, который ушел, и, наверное, его ожидали слуги и рабы до ночи, до конца дня. День заканчивался у евреев в шесть вечера. То есть до этого срока они ожидали. Но он замедлил. Понимаете, вот когда мы говорим о приходе Иисуса Христа, многие люди, встречаясь с этой информацией, они как-то, ну, ее воспринимают, говорят, ну, уже говорили, уже это было всегда. То есть вы, как бы об этом, это не новость, да, это информация известная. Где же он? Вот вы все говорите, где же он? Где же он? Но если здесь притча написана, он замедлил, это не значит, что он отменил свой приход. Вообще нигде не написано, что Иисус отменяет свое второе пришествие. Значит, согласно этой притче, согласно Слову Божьему, он замедлил. То есть он задерживается, но не отменяет свой приход. И вот эта задержка, она и приходит в то состояние, что некоторые люди, рассмотрев эту задержку, что у них, дескать, есть возможность еще все, ну, не так серьезно воспринять. И вот эту ответственность каждый должен для себя иметь. И здесь приводится к примеру, что некоторые не были верны, стали безобразничать, стали плохо себя вести, злыми, и начал бить товарищей, и есть и пить с пьяницами. То есть христиане, когда между собой конфликтуют, это нехорошо. И плюс ко всему еще и переходит на сторону мира. То есть с миром в дружбу-то водит, что недопустимо. И в итоге получается, вот задержка Бога, что он задержался со своим приходом, не есть отмена его пришествия. И те, которые так проигнорировали это пришествие, не понимают ту ответственность, которая произойдет. А какая ответственность произойдет? Вот здесь гораздо сложнее. И восприятие здесь должно быть. Но мы пропустили один момент, который я бы хотел еще вернувшись обратить ваше внимание. Это на то, что давать пищу вовремя своим, да, всем давать пищу вовремя. То есть у нас в какой-то евангельской идеологии существует такая позиция, да, в некоторых евангельских конфессиях. Дух Святой забран. Три с половиной года последние седмицы, это Великая Скорь. Остались плохие христиане. Дух Святой забран. Никто уже не проповедует. Ничего нет. И так далее. Святые лучше ушли. Дух Святой ушел с ними. Нет этого. Я сразу вам это заявляю. Не только я один. Много уже проповедников об этом говорили и будут говорить. Дух Святой никуда не исчезает. Он как был изначально, Библию мы читаем. Он был. И он всегда был. День Пятидесятницы он проявил себя в совсем другом качестве. В качестве движения церкви. Но Дух Святой на земле был всегда. И не надо думать. Иначе можно сказать, что Слово Божье писалось и Моисеем, и другими без Духа Святого. Он был всегда. Поэтому его качество. И он никуда не исчезает. Тем более в нем находится вся Вселенная. Это главная вещь. Вся Вселенная. Дух. Поэтому, конечно же, и не исчезает и Слово Божье. Никуда не исчезает молитва. Никуда не исчезают верующие. Все продолжается. И благовестие продолжается. Наоборот, те, которые люди остаются, остаются даже после Великой Скорби 4 миллиарда. Ну, им же тоже надо говорить. И даже в той позиции, когда христиан будут гнать и преследовать, в нем какая-то часть будет против этого. То есть, сейчас, вот видите, даже появляются по многим странам, и в нашей стране появляются люди, которые даже не христиане, но они повстанцы. Они против QR-кодов и так далее. И они будут против начертания в том числе. То есть, это нормально. Это все хорошо, но это не значит, что они христиане. Но они будут, что все в порядке. Но, но, вот последний стих-то главы как раз очень сложен, и я бы хотел на него обратить сейчас более подробное внимание. Последний стих 24 главы говорит так. И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, так что будет плач и скрежет зубов. Сразу, плач и скрежет зубов, это от, ну, так сказать, того, что проиграл, обидно, проиграл. То есть, плач и скрежет не на то, так сказать, обращал внимание. Не так жил. Не мною сказано, но мне эта фраза нравится, что когда приходит Христос, многие люди переменят свои отношения. У одних будет «мы дождались», а у других будет «почему мы-то не ждали». Вот мнение у всех поменяется. То есть, это все сейчас, может быть, не так ярко, но с приходом Христа это будет очень ярко. Это будет очень значимо. Никто не останется при нейтральном мнении, что «а будет, не будет». Вот этого мнения уже не находится, когда приходит Христос. И, соответственно, надо понимать, что когда приходит Христос, у многих христиан, которые перешли, так сказать, на сторону мира, по сути своей, ну, не приняли начертания, да, они, как бы, не забраны. То есть, с приходом Христа они не возносятся и не умирают, да. То есть, никуда они не исчезают. Но возносятся-то святые, понимаете. Святые возносятся, мертвые, убитые во время Великой Скорби, вот эту последнюю седьмицу, да, последние семь лет, умершие, убитые в этот период, воскрешаются. Это первое воскресенье. И вот в первом воскресенье, кто дошел до седьмицы, и те, которые живые, да, в седьмицу остаются, они все преобразовываются, получают новые тела, воскрешаются, и идут на небо. А те, кто остался, вот здесь слово есть, он рассечен. В оригинале другое немножко слово, отсечен, понимаете. Вот он от тела Божьего отсечен. Он отсечен от тела Божьего. То есть, он не принимает в этом участие. И, конечно, обидно. Вот вам плачет, скрежет зубов. И, значит, что в ад он идет. Не думайте, он в ад не идет. Но он отсечен от этого события. Это, опять же, где? Это, опять же, и в других притчах. И некоторым, непонятно, там, с брачного пира, которого убрали, да, из-за недостойной одежды. Вот это все об этом. Вот это все об этом. То есть, он никуда не щенит, его никто не убивает, понимаете. Но он не участник вот этих всех событий. Знаете, он не участник. То есть, он остается в качестве обычных людей. Вот те, которые 4 миллиарда, когда Иисус приходит, они остаются живы, понимаете. И они никуда не деваются. И они будут жить, проживать свою жизнь, пока они умрут. И у них опять будет возможность покаяния. Но участие вот в брачной вечере, а брачная вечеря – это миллениум, тысячелетие в небесном Иерусалиме, когда есть новые тела, уже новые тела. То есть, те, кто получает новые тела, они на земле не живут. Все, больше на земле вы не живете. Позже вам дойдут обители, то есть, это планеты, по истечении брака, когда закончатся тысячелетия. А тысячи лет – это на небе брак, это брачный пир идет, и все святые, все верующие, которые дожили и вошли в эту последнюю седмицу, это определение четкое – последняя седмица. И вот в этой последней седмице, кто принимал участие, они принимают участие в браке, в свадьбе тысячелетия. А потом, уже по окончании этого брака, воскрешаются все, 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 и праведные, и неправедные, и все, все, все умершие, и все оставшиеся, все получают новые дела. И это второй суд у Белого престола. И после него, вот этого суда, для некоторых будет приговор, вторая смерть. Вот люди первые-то боятся. Это вторая смерть. Это гораздо страшнее первой. Так что вот эти моменты надо уснять. А то некоторые как бы прочитали, вот там он выброшен в тьму, там скрежет зубов, ой, все, в ад попал. Не в ад. Но он отброшен от света, от Христа. Он лишен, понимаете, вот этой участи, быть небесными Русалиме, где свет, и все, понимаете. То есть вот обидно, да. Обидно, и скрежет, скрежет. Но из-за чего это еще происходит? Из-за ложных учений. Вот я буквально знаю, в нашем городе есть проповедники, которые объясняют верующими, я лично это слышал. Говорят, что на небо идет церковь, церковь, значит, тебе не надо лично быть. Нет. Тебе надо быть вот в нашем собрании. Вот наше собрание идет на небо. Вот тебе надо быть собранием. Какое ты, неважно. Поэтому, к сожалению, много всего сложного. И мы с вами вот разбирали эту главу. Я надеюсь, она вам была тоже интересна. Пусть Господь вас благословит. В следующий раз мы уже будем встречаться, надеюсь, в Рождество и в праздник поздравим друг друга. До новых встреч.